То оно есть, значит, я выйду. И Андрей подтвердил. И знаете, друзья, я верю в то, что у Господа для каждого из нас очень уникальный разный путь, по которому Он ведет к себе. Простите, я так вообще переволновалась. Мы любим тебя. Аминь. Но я верю в то, что я сейчас скажу. Это Бог хочет вам каждому проговорить. Он очень вас ценит, каждого. Вы реально большие для него драгоценности. И Он благодарен каждому из вас. Он благодарен Санеру, Салой. То, что они такие гармоничные, такие красивые, такие искренние. Насколько они классно создают нашей церкви атмосферу. То, что молодежь может приходить к Господу. Бог благодарен Ульяне, что она такая добрая. Как она нас вкусно кормит. Как она смотрит на нас. Как она относится к нашим детям. Он благодарен Алексею. Я часто Лешу другими именами называю. Но я верю, что Бог очень ценит то, что ты делаешь. И действительно, качество звука изменилось. И каждый раз, когда я слышу... Ну, я не очень хорошо все слышу, но когда я что-то слышу, и я вижу, что Алексей что-то делает, я говорю, Господь, ты все из жести справляешь. Я благодарна за Бог, благодарен Алексею, то, что вы, Алексей, сюда пришли, в нашу церковь. Вас же зовут Алексей? Потому что вы учитесь в той гимназии, в которой учатся наши дети, наши подростки. И вы большое вдохновение для того, чтобы туда наши дети стремились и поступали. Да, Алексей? Господь благодарен моему сыну Алексею, то, что он, несмотря на то, что у него куча тренировок, воскресный день, он встает, делает тренировку там в 9 утра, и приходит, и Бог это ценит. Господь благодарен Александру и Наталье, то, что они всегда нас поддерживают, и то, что вы здесь. И поверьте, вот вы реально как папа с мамой, которые приезжаете в нужный самый момент и поддерживаете нашу церковь. Ну, потерпите еще, у меня для каждого есть. Андрей, Бог очень благодарен тебе за те песни, которые ты новые поешь. Они так касаются моей души. И я уверена, что, ну, поддержите, что действительно те песни, которые Андрей дает, вот все эти новые ноты, ты думаешь, Боже мой, какой голос, это точно Бог поет через тебя. Господь благодарен нашему Пашке, потому что мы учимся терпению, учимся относиться к детям, то, что дети, они и в Африке дети. Слава Богу за это. Паш, мы тебя очень любим. Господь благодарен Саше, что она всегда с большими красивыми глазами, с большой улыбкой выходит, молится, несмотря на то, что кто-то общается, кто-то еще не наговорился, но она всегда с такой любовью и искренне благословляет наше служение. Илья, я верю, что Господь благословляет, насколько ты, не знаю, я когда смотрю и вижу, как ты перебираешь клавиши, и вот реально я вижу Духа Святого, который там вот на этих клавишах, поэтому спасибо тебе за служение, девочки Наташи и Маши. Вы просто, знаете, вот я верю, Бог вам очень много всего хочет сказать, но пусть сегодня вы особенно услышите, что ваше присутствие в нашей церкви это еще раз свидетельство, что Украина, она благословлена, и в Украине нету агрессии, что вы, как те миротворцы, находясь в тяжелой ситуации, вы все равно имеете любовь к Христову. Даже к тем, кто имеет сегодня определенные неправильные отношения. Слава Богу за вас. Сергей, Господь тебя благодарит за то, что ты привносишь такую интеллектуальность в своих проповедях и обучаешь нас мудростью, где лично для меня открывается еврейское слово, переводы на то, что это действительно Бог так мог сделать. Ни один человек так не сделает, а Бог все так... Ну вот, понимаете, да, о чем я? Семья Володиных, и Бог вас особенно любит. Даже если Саша не смотрит на меня, но Господь тебе проговаривает в сердце, что ты для него драгоценный жемчуг. И ваше постоянство... Вот вы видели, да, с нами приходила, начала женщина новая, и она очень открыта, и она сейчас уехала в Москву, и ей сказали о том, что ты так изменилась. Она говорит, да, я изменилась. Она в церковь стала ходить. И вы знаете, она привела еще одну женщину, и одна из фишек была, смотри, они на телевидении снимают. Понимаете? Поэтому вы большое дело делаете, и то, что Светлана тебя во всем всегда поддерживает. Ребят, вы действительно для Бога очень ценные люди, и я знаю, что в ваших сердцах сейчас вы чувствуете эту любовь. Богдан, я тебе хотела несколько раз подойти и поздравить. Спасибо тебе за твою мудрость, за твою интеллектуальность. Богдан побеждает. Я не успеваю наблюдать, но он опять занял какое-то первое место, второе место. Короче, ты большой пример для нас. И в нашей семье мы часто говорим о том, что Богдан большой молодец, поэтому ты вот сын действительно Божий. Ура! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, Богдан, с днем рождения! Сколько? Ну, 20. Богдан, с днем рождения тебя! Илья, я благодарю, и Господь ценит тебя за то, что ты, несмотря на всякие условности, ты участвуешь в музыкальном служении, и слава Богу за тебя и за все твои таланты. Так что спасибо, что вот именно молодежь, это то, что еще одно свидетельство, что здесь живет Господь, что это не церковь для людей постарше, а именно тех, которые только в начале пути. Спасибо, девочки, вам большое за ваше постоянство, что вы всегда так заботливо накрываете нам на столы, и каждый раз, когда мы кушаем пирожки, мы говорим, Господи, как это так долго, столько лет, вы в таком постоянстве, и реально ваше мнение на всякие ситуации в нашей церкви, они очень важны, потому что вы имеете самое высшее образование, это жизненный опыт. Спасибо вам огромное! Классно! Да, ну и также Мария тоже пришла. Мария, я верю, что Господь тебе хочет сказать, что ты его драгоценная, благословенная девочка, и в этой церкви у тебя все только начинается. Спасибо Господу, вся слава Ему, и я высвободилась, и мне стало легче. Спасибо, что выслушали! Кто хочет сказать что-то? На боли, пожалуйста.